9 апреля 2022 года Даршан у комнаты шил Алан Махарач. Господь Рамачандра наступил на камень, в котором была заключена Ахилля, и она превратилась в женщину. То есть, основные и второстепенные причины прихода Господа Рамачандры, и одна из причин как раз освобождения Ахилля. То есть, Господь отдыхал на Кирсамудре. И чтобы принять сладостный аромат лотосных стоп Господа, эта черепаха стала подпрыгивать из воды, и Нантошеш очень разгнился. Почему ты касаешься лотосных стопа моего Господа? Итак, эта черепаха очень расстроилась. И я сказала, о мой Господь! Когда же я обрету черенабрета, то есть воду, которую мыли твои отпускные стопы, и Господь сказал, моей Раме Лиле я исполню твое желание. И вот эта черепаха пришла в Раме Лиле, как Ботман? Ух, как лодочник! Ушла как лодочник! Если кто-то будет слушать внимательно, то придется только энтузиазмом. А если вы будете обсуждать какие-то мирские темы, тогда будем твое желание рассказывать. Бхагаван Рамчандра пришел в лес, и когда он пересекал Гангу, и в это время, как же ему было пересечь Гангу? Тогда в это время они позвали лодочника. Эта история лодочника такая прекрасная. Это одна из частей романя. И когда пришел этот... подошел этот... подплыл этот лодочник, то Лодшман сказал лодочнику, мой брат... И... Майни Бельфа Кастита припыли сюда... И лодочник сказал... То есть они хотят пересечь Гангу. И лодочник сказал, я знаю, уже ослаживает свои ходы на стоп Гангу. Я уже слышал, что однажды ты поместил свои стопы на камень, и камень превратился в женщина-хиле. Поэтому, если ты наступишь на мою лодку, эта лодка станет женщиной. Я уже... Я уже... Я уже... Я уже... Видел... Видел... Видел этот стоп раньше. Лодочник сказал... Нет, нет, на стопах нет никакой магии. Но лодочник сказал, я уже получил новость о твоих стопах, что как только ты поместил свои стопы, ты стал женщиной. Но когда ты наступишь на мою стопу, ты стал женщиной. И тогда в моем доме окажется уже две женщины. То есть, одна это моя жена, а вторая это лодка, которая превратится... Время уже проходит, уже подходит вечер, мы должны пересечь. Ганго, ты что, не знаешь? Ты не знаешь, кто я такой? Если я выпущу стрелу, то ты будешь уничтожен. А лодочник был таким добрым, он ответил, мягким. Он сказал, если ты выстрелишь стрелой в меня, я умру. Это будет великой удачей для меня. Я слышал, что господь Рамачандра, если ты ты становишься рада для меня, то я буду более удачлив, чем кто-либо. И Рамачандра, он попросил, чтобы лодочник сделать то, что он хочет. И кто был тот Лакшан Гукшире самудрый? Тот же самый Наташеш. А вот этот лодочник, это была та самая черепаха. И тогда этот лодочник, он прекрасным образом, а мы, Лотосный собор Рамачандра, приняли эту воду. Он преподавал, он простился, мы рекомендаем, что это ламкари. Он приклепился. Благо, там есть лес. Это ламкари. У нас есть ламкари. Это ламкари. Это ламкари. Это ламкари. Это ламкари. Это ламкари. Isso не сделается ламкари. Какая звука? そう не меня ойти. Так? У меня – У меня в доме есть деревянная чаша. Я мою двое стопы там. И вода будет каждый день в этом деревянном сосуде, и мы каждый день будем принимать эту черную воду. И вот по желанию этого лодочника также пришел лодочник. Также есть одна Queen. Также есть история о Шабаре. Кем она была в предыдущей жизни? Господь Рамачандр пришел в Ашрам Шабаре. И за этим кроется прекрасная история. В предыдущей жизни она была царицей. Она была царицей. И царицей любила приходить в места, где собрались сады, рассказывали Хари Катхо. Но однажды царь должен был всегда уходить раньше, чем Катхо заканчивать. Потому что есть определенные. И царица также должна была уходить с ним. И однажды царица почувствовала такую горечь из-за того, что я царица. Царь всегда должна уходить раньше по своим делам. И я должна идти с ним. То есть они не сидят полностью до конца на Хари Катхе. Они сидят какое-то время и затем возвращаются. То есть есть определенные ограничения. И царица была очень опечалена. И однажды царица подумала. Она стала молиться Господу. Дай мне какой-то шанс, что я буду слушать твою Хари Катхо. Мне это чтобы я смогла слушать Хари Катхо. Постоянно, не время от времени. Чтобы не было никаких ограничений. И эта женщина, она бросилась в Гангу. И вот эта царица стала Шабари. У всего есть свои причины. И царица смолилась. Пожалуйста, не давай мне рождения высокой касте. Я делаю так, чтобы я родилась в низкой касте. Тогда я была бы очень смиренной. И так она родилась в Хакшабаре. Приводится множество прекрасных историй. Это было крутое. Я говорю тебе, что я у нас вышел? Не знаю, есть что я не знаю. Я объясню тебе, я не знаю. Могу просто не знаю. Позже сказал Набирь. В ответ за историю, следую и об этом, И забирь любви. Да, я сейчас ее совпадим. Это было крутое. Я история. Что я сказал? Я не знаю, что я. Д rectа. Я apartе, что-то не знаю. Я и поговорил. За историю. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. с правилом предписания. Рамачандра, он всегда следует всем правилам предписания общества. Бхагаван Рамачандра, какова причина приходит до Господа Рамачандра показать премо Паракаста. Господь Шиловишенчак Ротипат написал комментарий к Куджуаниламане. То есть, когда кто-то хочет пересечь правил предписания и хочет достичь премо, что происходит, это неправильно. Шрути, Смрити, Нарада, Панчаратри. Есть доказательства. И по этой причине Господь Рамачандра установил эту дисциплину в Мариаду. И там было показано, Как мы можем жить друг с другом? С любовью? Все показано, в лилах Господа Рамачандра. Жена, дочь, мать. Во все должна быть дисциплина. Это показано, что Рамачандра нужно жить по правилам предписания. Если вы будете пренебрегать правилами, то вы не сможете достичь премо. Даже Акиан, он ограничен определенными правилами. Например, он касается берегов, волны касаются берегов, потом отступают. Точно так же, если вы пересечете здесь правила предписания, то любовь не придет. Вот она придет на стороне Саки Беки. Сахаджи. Сахаджи. Он просто принес риса от Мадави Деви. Но в то время она была уже очень пожилой. Мадави Деви была одной из трех с половиной баррикаров, спутников, Махапрабо. И что-то Харидас принес риса из дома Мадави Деви. И Махапрабо, он сказал, когда Кавиндаро с этого дня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 То есть в статье югу они пришли как Хираньякши, Хираникашифун. Когда пришел Архадеп и Нарисимхадеп, в следующем раздение Равана и Кумбакарна, и третье, сошипалась и Данда Вакара. Второе, рождение Равана и Кумбакарна, и третье, сошипалась и Данда Вакара. Существует множество историй. Как по Шене? Ого там. Шутиггнан, как говорится? Шутиггнан, как говорится? Шутиггнан, шутигган. Шутигган, шутигган. Слушай, одна история, ашутигган. Бхагавад-дарсантка. Наскаливи Ахазбани и Бхагаван Рафчандра обидуми дарсанте, ге-ге-ге-ге-ге-ганна-букиси-гена. Она хотела обрести. обрести даршин Господа. Господь Римачандр отправился в джунгли. Как Пушунди? Еще одна история о Вороне, как Пушунди. Однажды Горута-джи Горута-джи воскордился. У него было эго. Он пришел как Пушунди. Горута-джи воскордился. И сегодня сюда отправляйся к Горута-джи. Как Пушунди и, к примеру, в джунгва-джи воскордился. И как Пушунди сидел на возвышении, на горе, и все полубоги сидели, перед Ним и слушали. И как означает Ворона? Ворона считается самыми низкими птицами. Горута-джи воскордился. И как только Харикадхо закончилась, Горута-джи пришел как Пушунди и предложил поклоны. Он сказал, что Шива-джи послал меня к Тебе, чтобы послушать Харикадхо. Тогда я как Пушунди рассказал о своей жизни. Он сказал, что однажды даже я был сбит в тонку, что Господь Рамачандра Он Господь или обычный человек? Рамачандра был маленьким. Что сделала мать в Тебе в Тебе? Она кормила его чирпачи с молочком. Когда Господь Рамачандра кушал, начал есть, он что-то кушал, и кусочки у него падали изо рта. Так что, на встрече будущее... Что он сказал? Как мы делаем? Прошло, на встрече будущее. И как в пошлите он захотел получить остатки пищи Рамачандра. И когда он подлетел, Мангер Мачандра, он заплакал. И он смутился. А это действительно Господь или это Мой Господь? То есть, когда подлетел, мальчик заплакал. Неужели он не узнал меня? И я подумала. И затем я приблизился вновь. И я попытался вновь обрисовать остатки пищи Рамачандра. И увидев это, он потянулся ко мне. И если это не Господь, тогда этот мальчик может вообще убить меня. И тогда я испугался и полетел от него. И тогда рука маленького Рамачандра, она следовала за мной. И я стал убегать, убегать. Потом я прибыл в то же самое место, где Господь Рамачандра кушал. Господь Рамачандра стал смеяться. И Господь Рамачандра, он сменялся, и я попал к нему в рот. Я увидел вот эту самую лилу, которая съемка, я видел себя. И также я увидел множество других лил Господа. Тогда я размолился, Господь, пожалуйста, прости меня. И тогда Господь Рамачандра таким образом даровал мне своим милостям. И Господь Рамачандра благословил четыре люди, ты будешь представлять мое катхо. В Гиманаях есть дерево, где всегда сидит, как Пашандра, и рассказывает Рамакадхо. Столько всевозможных историй. Вот, вот, сюда. Есть очень простое объяснение этого в Рамачандра. Мобайл-мобайл-мобайл-мобайл-мобайл-мобайл-мобайл-мобайл-мобайл-мобайл-мобайл. Когда Ханамана прибыла с новостями о Сита Дэви, выращücklich оMбайл-мобайл-мобайл-мобайл-мобайл-мобайл-мобайл-мобайл-модайл, вспоминяя凄い открытой Я reflexionаю, вот, отцы, Иванette в Гиман… джатая сампатя Я видел, как Схитадеви, она сейчас находится на Ланге, в саду Ашадбатика. Но я очень стар. Я не могу туда отправиться. Ирма Чандра сидел с армией обезьян и подумал, как же меня пересечили такие агентства. Когда в то время... Сказал, я уже очень стар. Сказал, в общем, Ханнаман, что ли? А в общем, везде стали говорить о Чатайо. И что у него были отношения с Ашадом Хараджем. Как только он услышал тукатку, его сердце растаяло. Как только заговорили об брате Чатайо, что Чатайо стоил в тело. Как только он услышал тукатку, потому что мой брат. Как Равана подрезал, обрубил туда два крива Чатайо. И он рассказал историю. Я пытался... Мы с Чатайо соревновались, кто будет подлететь выше. И солнечные лучи обожгли мои крылья. И я теперь могу летать. Но я увидела, что Чатайо находится на вашем батике. Я не знаю. Доброе утро! Что такое огромное? Столок? Они говорят, что столок очень огромный для еды. Конечно, когда мы говорим. Монки. Но когда мы говорим о Криланке, мы говорим о Криланке. Они говорят, что это не так. Если мы сюда отправимся, то как мы вернемся обратно? И у Ханмана? Если кто-то скажет о Ханмане, если на пунктах он не будет, так он отправился сейчас. И когда Ханманджи вернулся с новостями о Сидеве, то все обезьяны были так счастливы. О, Ханман вернулся обратно. И в то время Рама Чадр сидел с Сугривой и Ангадой. Тогда Ханман вернулся. Я не слышал, что Ханман же вернулся. И скорее всего, он принес 200 о Сидеве. Рама Чадр спрашивал два вопроса у Ханмана. Первое, ты видел мою жену Ситу? И если ты видел ее? Она была живой или мертвой? Я не слышал, что он не слышал. Я не слышал, что он не слышал. И когда Ханман спросил, почему ты спрашиваешь об этом? Но Рама Чандра сказал, что в разлуки со мной даже мой отец погиб. Он произнес харам, харам, он оставил все. Рама Чандра не мог вынести разлуки со своим сыном Рамой. И об этом же говорит Иванда Махарач Богота. Дашарат Махарач оставил свое тело. И об этом же говорит Иванда Махарач Богота. Но как же мы можем оставить тело? Дашарат в разлуке со мной мой отец оставил тело. И поэтому моя супруга совершенно может поддерживать свою жизнь. И тогда Рама Чандра Аханман разнесся в точке. Он сказал, о мой Господь, все, что говоришь, это правда. Она была готова уже оставить свое тело, но она не могла этого сделать. Очень простая и прекраснейшая сказка. Рама Чандра Аханман. Ра и Ма. Она всё повторяет имена. Слуги имени Рама. Ра и Ма. И они как-то вебратники, которые не дают ее жизненному воздуху выйти из ее тела. Сейчас она повторяет имя Рамы. Что она делает? Она постоянно памятывает о тебе, не думает ни о том другом. Копать означает «досок». Досок. 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 Доск. Досок. и это и это является замком Уйти, чтобы стыдевия оставила свое тело. И как она памятна тебе. И благодаря этому она не может оставить свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Должно было проведено в Раджио Бешейке. Я услышала об этом все, что все так обрадовались. Они стали украшать все йодки. Все готовилось к Раджио Бешейке Рамачандре. И Айодапуре было на свете прекрасно украшено. Потому что все хотели увидеть эту Раджио Саю Ягио. Абишеку Господу Рамачандре. И тогда Кайке попросила два желания у Даширот Махараджи. Что Бараджи станет царем и Рамачандре будет отправлен на 14 лет в лес. И причиной этому послужило слова Монтара. И когда Барад еще вдруг навернулись, у Барада такие прекрасные качества. Барад. Барад. Когда он вернулся, когда Рамач... Костяна видел Безраме Айодхио как местная формация. Барата, он поразился, что все матери были в белых одеждах. И Кайкей сказал, что все препятствия устранены, теперь ты станешь царем. Он спросил, а что с нашим царем? Твой царь отправился, твой папа отправился в Рай. А Рама из Титат в Рай и Лакшмар отправились в Знание. Слушай, папа, там Барата был поражен, и он так разгневался, чтобы он мог понять в тот момент. Как же это все произошло? И Кайкей сказал, что я попросил два желания, чтобы ты стал царем. А Рама Чандра отправился в Знание на 14 лет в лес. Слушай, папа, Барата заплакал. И в это время, что сделал Шатрубна, он начал бить, избивать Монтару. И она вот-вот должна была уже, уже чуть не оставила тела. И она припала к стопам Барата, и тогда Барата сказал, что Трубне. Ты не должен убивать женщину. Что произошло, то произошло. Если ты уйдешь Монтару, то мой брат Рама. Ой, она всегда оставит нас. То, что ты делаешь, я сейчас хочу сделать со своей матерью кайкей. И она пришла Раму в джунгле в лес. И все время Барата принял обед, что я больше никогда не назову тебя матерью. Я буду тебя всегда называть Махарани кайкей. Когда Вася старейший прибыл, я рассказал всю эту историю. Я сказал, пожалуйста, кремируйте тело Ашка. И уже тело, особенно, которое хранилось в масле. И тогда по всем шестрам тело было кремировано. Когда хвостишка Риша и Сумантра, советник царя, они созвали в срочное собрание, что корона и джунгская асана должны быть впереду на кому-то. И Барата прибыл в срочное собрание и сказал, что зовет министром. Скажите мне. Мой отец из-за влияния женщины совершил ложное... решение. И каков был долг министра в тот момент? Повести отца... Повести отца... Повести отца... Долг по правильному пути. Это долг министра. Так как он... Был подлияние слов одной женщины. Если министр говорит, когда он должен оставить этот паспорт... Что это сделал? Все его идиницы это сделали. Какие попросил, попросил еще. Первое, это знания. Второе, это что Барата должен властись на трое. Молит, это не так же. То есть... Долг по правильному пути. У нас не так же мысли. Это дружно. И не так же мысли. Если мы хотим, то ли мысли к нашему... а не так же мысли. Нет, мысли к нашему... То есть... Он очень быстро, получив новую одежду, оставляет старую, надевает новую. Какова была вина Государама Чандра? То есть Рамачандра, он даже не сказал, то есть, в чем моя вина, что вы ссылаете меня в лес? То есть Рамачандра не сказал этого. Рамачандра ничего не сказал. В то время вы, министры, что-то сказали Дашират Махараджу на тот момент. Если бы Дашират Махарадж не послушал вас, министры, тогда как бы, каков долг вас как министрам поставить в пост? Дашират Махараджу на тот момент показал славу Раме. Невозможно обрести такого сына, как Рама. Такого сына, как Рама, он отыслал в интернете. И кто сейчас отвечает за этот трон? Только лишь Рама. Оставьте всю свою депрессию. Возьмите все, что вы приготовили для Яги, всего. Собирайте армию. Заверите все. Возьмите с собой и понесем это все в Раме, где сейчас он находится. И там мы проведем Обещаку и приведем его обратно. Он сказал, забирайте все. И нет. И мы отправляемся в Государуме прямо сейчас. И мы проведем Обещаку там. То есть у него было столько отречения. То есть у него было показано, и здесь показано отречения вот куда. Итак, они взяли все. Всех людей Йодки, всю армию, и отправились в Храме. И когда они пришли в Четрохуд. Да, после этого в Четрохуд там была Ганга. И все там мыли. И все там мыли. Нас сказала, Барата, проси, чего хочешь, сейчас же. И что Барата сказала? О, Ганге, я Кшатри. Кшатри, он всегда дает, он никогда не просит мне. О, Ганге, я хочу попросить у тебя кое-что сегодня. Транслей, транслей. Это голос. Транслей. Я жизнь до жизни, я не желаю ничего. Я хочу только лишь глубокое влечение лотостом стопа Господа Рамы. Когда Деви была поражена этому, он сказал, я не хочу так же мукти. Я не хочу ни мукти ничего. Я хочу только лишь глубокое, при глубокой привязанности к лотостом стопа моего Господа Рамы, жизнь за жизнью. Почему Баран Бараджи сказал таким образом? Потому что в своем уме Бараджи думал, как же мне показать себя моему брату Матимбе. Люди могут сказать, какая мать такой сын. Мать такая жестокая, сын такой же. Но когда я приду к Господу Рамамачандре, сможет ли меня простить Господь Рама? Бараджи стал плакать. Заботит ли меня, простит ли меня мой брат? Он плакал и плакал. И сарваторьями Рамамачандра, когда Бараджи уже подходил к нему, в тот момент Лакшман отправился в лес, чтобы собрать хвороста. И он увидел свершение, в коры, что огромная армия идет. Столько людей подходит к лесу. И Лакшман сказал, сейчас же я должен схватить свою лопострелу, и я убью брату сейчас же. Он сейчас ведет себя столько солдат. Хочется забрать последнее у тебя. А дай мне лопострелу, сейчас же я убью Бараду. И в этот момент Рамамачандра сказал, о, ты не знаешь? У Барады столько любви ко мне. Смотри, Лакшман, если стрела вылетит из твоего лука, она не вернется более. Не убивай Бараду. Настолько прекрасно. И когда Лакшман встретил Бараду, Лакшман лично попросил прощения у Барады. Рамамакадха настолько прекрасно. Она должна литься постоянно. Возьмите все из Рамайни, потому что там представлены настолько прекрасный пример, настолько прекрасные качества, описание характера, характер Барады, Лакшмана. Рикадха Лакшмане настолько прекрасные. Насколько глубока была его ништка верность после этой Рамы. Почему Лакшман отправился в лес с Рамой? Зачем? Только лишь ради Рамы. Почему Лакшман пошел? Чтобы совершать Севу. Показать Севу. Лакшман же показал, север, Когда Лакшман выстреле имеет подобный стрелок, то врачи-то Лакшман должен был уберечь. И Рамачандра заплатил, услышав о плате. Нет, извиняюсь. Рамачандра думал, я не должен задержаться ни на день. Вот эти 14 лет я должен вернуться в Айоткио не позднее, чем пройдут до 14 лет. Если я задержусь даже на день, тогда Баратан погибнет, покончит с собой. Жена Лакшана урмила. Что я скажу урмиле? В тот момент Рамачандра заплакал. Ну да, да, вот когда Лакшмана подстрелили. И Рамачандра положил голову Лакшмана к себе на колени и заплакал. Не было никого такого, как Лакшмана. И тогда Хан Урмана отправился в определенное место в горы. В то время там была ночь. То есть место, где росли целевые травы и тому подобное интимы. Хан Урман не понял, какая... То есть доктора никогда не смотрят, кто-то является другом или врагом. То есть это когда доктора не отказывается лечить, это очень серьезно. И когда солнце взойдет, то Лакшман оставит тело. И там рядом с Малаймой была гора, где находилась вот эта трава. Все это трава санжевания воскрешающая. И тогда Хан Урмана произнести на Раме взял эту гору. Полностью все гору. Хан Урмана Хан Урмана Хан Урмана И принес доктору. И так Лакшман был вылечен. Отношение между Рамой и Лакшман настолько прекрасное. И так же есть история о том, как Рамачадра оставил Лакшман. То есть когда Рамалила подходила к концу, и Господь собирался уже вернуться в вечную Айодхию. И в определенное время пришло, и сказала, я хочу лично встретиться с Рамачандрой. Если кто-нибудь прямо сейчас увидит тебя, то я... И Рамачандра, и в определенное время Акала сидели вместе, и Лакшман, он стоял на дверях. И условие было такое, что если кто-то войдет внутрь, в эту комнату, где разговаривали Рама и время, то такой человек будет убить. И на тот момент туда пришел Дурваса Решман и он сказал, я хочу встретиться с Рамачандра сейчас же. Но Дурваса рассказал, я хочу сейчас же. А, Лакшман сказал, подожди немножко, там Рамачандра с кем-то разговаривает. Но Дурваса сказал, что ты мне говоришь, сейчас же идти в Рамачандра и скажи, что я хочу встретиться. Значит, я прокляну все Айодхио вместе с тобой, Рамой, что все вы, все вы придете здесь, все идти. Ты хочешь этого или нет? Лакшман не хотел идти, но, услышав эти слова, Макшман подумал. Если я погибну, то не проблема, но чтобы защитить всю Айодхио, я отправлюсь туда. Так он открыл дверь. В этот момент, одесетворенное время, сказал, ты должен исполнить то, что было сказано. И Рамачандра, он должен был, как бы, сделать так, что Лакшман должен был умереть. И там собралось собрание. Туда пришли Хануман, Бибишан. Лакшман стоял там. И вся Айодхио была очень опечалена. Как же провести, исполнять смертный переговор? И тогда Гуру Васиште сказал, то, что ты пообещал, ты должен исполнить. И тогда Хануман встал в то собрание и им сказал кое-что. Лакшман заплакал. Лакшман заплакал. Лакшман сказал, если не буду... А, Хануман сказал, если Ваше поклонение Божество оставляет Вас, отвергает Вас, это приравнивается к смертному переговору. И тогда, услышав этот Лакшман, заплакал. И он подумал, как мне жить во служении моему Господу. И он отправился в Крикисараю, и бросился в нее, чтобы утопиться. И в облике Нанташеше возьмешь себе вечную Айодхио. И позднее Рамачандра взял всю Айодхио Пуря, и все не отправились в Санкетдхам, вечную Айодхио. Рамачандра взял всех с собой. Эта история настолько прекрасна. Возьмите любого в Рамане, Ситадееве. Насколько прекрасна ее качество. Насколько же прекрасна. Если вы будете слушать Рамане, ваше сердце растает. Гурдаев рассказывал Рамане Айодхио. Начинал говорить за 15 дней до Рамана Айодхио. И 15 дней после. То есть целый месяц. И Харикадха Гурдаев был такой простой, такой очаровательный. Гурдаев рассказывал и плакал. Когда приходили индийские преданные, он тут же начинал рассказывать о Рамане Айодхио. Я видел Гурдаеву. Когда он отправлялся в Голландию. И они ему включали по телевизору роман Рамананда Сагара. То есть это сериал, который снял режиссер Рамананда Сагара. Такая прекрасная Катха. И по милости Рамачандры вы обретете Гопи Бабу. Благодаря милости и благословению имена Господа Рамачандры вы можете обрести Гопи Према. Женщины Джанакпурия, все они родились как Гопи. Поняты по-другому рассказывает Рамана. Но Рама Нила настолько прекрасна. Прекраснейшая Рама Катха. И по милости и благословению Рамачандры только лишь тогда мы сможем обрести Гопи Бабу. Мы никогда не должны пренебрегать Господу Рамачандрой. Ну можно подумать, мы же предыдные Кришны. Когда люди думают таким образом. Мы же Кришны Бхакты. Зачем нам поклоняться Раме? Ну как там погружаться в него? Безумцы? Нет. Вы должны развить глубокую привязанность к Тапам Господу Рамачандры. Потому что именно по его милости мы сможем обрести Гопи Бабу. Понимаете? Мы должны погружаться в Рамайну. Посмотрите какие там правила предписания. Насколько прекрасны. Все характеры Рама Лилы. Настолько прекрасны. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...